Если просто позаботиться о некоторых вещах, как сидеть, стоять, дышать, есть, если позаботиться о нескольких простых вещах и процессах, каждый будет способен сохранять высокую степень энергичности на протяжении всей своей жизни. Оджиз означает не физическое измерение энергии. Если вокруг вас присутствует достаточное количество оджиза, все будет идти как по маслу. Вы проживете жизнь легко. Вы можете заметить, что некоторые люди постоянно преодолевают трудности в своей жизни, а другие люди, что бы они ни делали, все у них проходит гладко. Замечали такое? У вас самих наверняка бывает, что в какой-то день кажется, будто весь мир сотрудничает с вами, а в другой день кажется, что мир настроен против вас. Замечали такое? Если вы создадите достаточное количество оджиза, то вы будете идти по жизни гладко. Теперь вы посвящены в Шамбове. Если вы будете выполнять эту практику каждый день, вы будете создавать оджиз. Небольшое количество оджиза. И вы вдруг заметите, что все как будто просто происходит для вас само. Если вы выработаете достаточное количество оджиза, чтобы окутать им каждую клетку вашего тела, то вы не просто будете здоровы, вы будете искриться здоровьем. Это позволит в значительной степени обратить вспять процесс старения, что мы неоднократно задокументировали посредством различных научных исследований. И медицинский университет подтверждает это. Но самое главное, я живое доказательство этому, что здоровье это не то, о чем вы должны беспокоиться. Здоровье это не какое-то обследование, которое подтверждает, что вы здоровы. Это способ жить в состоянии переполняющего вас чувства восторга. Насыщение крови кислородом это одна из ключевых задач. Ведь то, насколько тело здорово, как легко оно омолаживается, зависит от высокого уровня кислорода в крови. Особенно внимательно за этим должны следить женщины. Из-за биологических процессов в их организме содержание гемоглобина может снизиться, и, соответственно, способность крови переносить кислород ухудшится, что приведет к чрезмерному истощению и снизит их умственные способности. Да? Если содержание эритроцитов в крови низкое, вы чувствуете себя глупыми, потому что мозгу не хватает кислорода, и он не функционирует так, как ему положено. Это касается и тела, и мозга. Для решения этой проблемы есть одна простая вещь. Ежедневно употребляйте немного меда, растворенного в теплой воде. И вы увидите, как постепенно содержание эритроцитов в крови начнет расти. Если в крови увеличится содержание кислорода, внезапно вы почувствуете пролив энергии. Заработают все системы. Активизируется система омоложения в организме, ускорится регенерация клеток, уровень инерции, который вы ощущаете в теле, значительно снизится. Как ним воздействует на вашу систему? Если говорить более предметно, то одна из самых важных вещей, которую он делает, поддерживает чистоту вашего пищеварительного тракта. Внутри пищеварительного тракта существует целый ряд микроорганизмов, многие из которых дружественны нам. Мы живем благодаря им. Мы способны переваривать пищу благодаря им. Множество функций в организме происходит благодаря им. Но также есть много таких микроорганизмов, которые вредны для нас. Уникальность НИМа, особенно когда он принимается вместе с Куркумой, если они принимаются вместе, в значительной степени то, что не нужно организму, то, что может навредить нашей системе, любой вид паразитической жизни, который там есть, устраняется. Вы можете поддерживать свое тело подобным дуновению ветерка. Оно просто будет плыть впереди вас. Вам не нужно будет тащить его за собой. Куда бы вы ни шли, оно должно плыть впереди вас. Вы сможете поддерживать его в таком состоянии с помощью небольшого количества йогических практик. Если вы будете уделять 20-30 минут в день своему здоровью, вы сможете достичь этого, просто правильно питаясь. Я не говорю вам, есть так или эдак. Просто поэкспериментируйте и посмотрите. Хорошо? Просто поэкспериментируйте и сами увидите. Сегодня вечером, когда вы пойдете ужинать, вместо того, чтобы съесть какую-то приготовленную пищу, просто поешьте фруктов и понаблюдайте. Завтра утром вам не потребуется звонок будильника. Вы проснетесь до него. Итак, что делать? Сегодня начните есть 10% натуральных продуктов. Фрукты, овощи, что угодно. Завтра съешьте 20-30% и так далее. Через 9 дней вы будете питаться на 100%. Затем снижайте процент. Если у вас есть какое-либо физическое недомогание, оставайтесь на 100% 5-7 дней. Если вы здоровый человек, питайтесь так 1-2 дня, а затем сокращайте объем сырых фруктов и овощей на 10% каждый день. Уменьшите его до 50% и удерживайте так, и наблюдайте. Для большинства людей такая пропорция будет работать наилучшим образом. Если хотите немного больше или меньше свежих продуктов, можете подстроить рацион соответствующим образом. Вы сами должны найти собственный ритм внутри себя.